Адвокат Наталья Вознюк настаивала на безупречной репутации своего подзащитного, апеллировала к его семейному положению и скромному состоянию, которое никак не позволяет оплатить залог размером 800 тысяч гривен. По ее убеждению, арест Хальзова – неоправданная и несправедливая мера пресечения. Прокурор Денис Ковин, в свою очередь, убеждал суд, что на свободе Хальзев способен оказать влияние на следствие. По его мнению, выбранную раннюю меру пресечения необходимо оставить. Суд согласился с его доводами и отклонил апелляцию. Адвокат уверена, это антиконституционное решение, причиной которого в конфликте между правоохранительными структурами. Так, на сегодняшний день прошло почти два месяца с момента, как было вынесено предыдущее решение. Так вот, моего подзащитного ни разу не вызывали ни на какое следственное действие. То есть это говорит о том, что орган прокуратура, орган досудебного расследования специально затягивает весь этот процесс. С какой целью, на это может ответить только сам прокурор. Но те решения, которые принимаются, мы видим, что они не расписываются, то есть не указываются ни причины. Прокурор ссылается – может, может, может. Я больше чем уверена, что это связано с конфликтом, который сейчас происходит в правоохранительных органах. Органах не зря говорят, что паны бьются, а у хлопьев чубы трещат. Дальнейший вопрос по мере пресечения для Сергея Хальзева будет решаться по окончанию досудебного расследования. Продолжение следует...